Здравствуйте, товарищи зрители! Сегодня видео про самый важный витамин на свете, витамин С. У меня уже было три видео на канале по витамину С, ссылки на них я оставлю. А сейчас кратко дам самую важную информацию, в том числе новую. Витамин С это водорастворимый витамин. Водорастворимые витамины не накапливаются в организме, как жирорастворимые. Они должны поступать с пищей каждый день. И каждый день они выводятся из организма, если не вовлеклись в биологический оборот. То есть, это означает, что сколько бы вы не съели водорастворимых витаминов, избытки всегда уйдут из организма, и они не опасны. Что же такое витамин С? Какими свойствами он обладает? Зачем он нужен нам каждый день? И какой именно витамин С лучше всего принимать нам? Ну, во-первых, витамин С это мощнейший антиоксидантный комплекс. Он подавляет разрушающую деятельность свободных радикалов в организме и блокирует процесс окисления. Тем самым он замедляет процесс старения организма и снижает риски развития многих хронических и воспалительных заболеваний, таких как атеросклероз, диабет, болезнь Паркинсона и Альцгеймера, и даже развитие раковых опухолей. С возрастом мышечная масса у любого человека уменьшается примерно на полпроцента, у некоторых на один процент каждый год. И только витамин С позволит уменьшить эту потерю. Без него уменьшить потерю невозможно. И люди, кому не хватает витамина С, дряхлеют гораздо быстрее тех, у кого его в достатке. Что же касается комплексной поддержки организма, то он жизненно необходим еще и для соединительной ткани нашего организма. Это связки и хрящи, стенки сосудов, костная ткань и кожа. Мало кто знает, что витамин С стимулирует синтез коллагена. У кого коллагена не хватает, его естественный синтез замедлен в организме. У того дефицит витамина С. А дефицит витамина С сейчас наблюдается у всех людей практически. Конечно же, витамин С это главный помощник нашего иммунитета, защитных наших сил организма. Он стимулирует выработку белых кровяных телец, лейкоцитов, которые помогают защитить организм от разных инфекций. Он повышает устойчивость к вирусным заболеваниям, участвует в формировании иммунного ответа и тем самым поддерживает работу иммунной системы на должном уровне. Но витамин С еще и необходимый элемент для работы нашей нервной системы. Он участвует в синтезе нейротрансмиттеров, веществ, которые передают сигналы от головного мозга к тканям и органам. И потому тем, у кого замедленные реакции, кто идет и сшибает предметы, кто заторможен, у того, как правило, дефицит витамина С. Ну а детям витамин С помогает лучше учиться, усваивать полученную информацию, пожилым же людям сохранять память, укреплять когнитивные способности. Это еще и профилактика деменции. Также очень важно знать, что витамин С не синтезируется кишечной микрофлорой. Именно потому раньше на севере и в экспедициях дальних люди умирали и от цинги, и от более серьезных заболеваний, вызванных дефицитом витамина С. Потому, если в пище его нет, то синтезироваться в организме он не может. Он поступает только извне с продуктами питания или в качестве биологически активных добавок. Другой вопрос, что не все добавки полезны и синтетический витамин С вреден, то есть та же аскорбиновая кислота, это вещь не полезная. Но о добавках я поясню позже. А сейчас признаки дефицита витамина С в организме. Это частые простуды, быстрая утомляемость, эмоциональная неустойчивость, плохая память, плохая свертываемость крови. Это, внимание, особо характерный признак гематомы без получения травмы и долго заживающие раны, оставляющие рубцы на коже долгие месяцы. Это также и сухость кожи лица и рук, отеки на лице и теле, боль в мышцах и суставах, кровоточивость десен, хотя это может быть проявление еще дефицита витамина К1. А также в экстремальных ситуациях это шатание и выпадение зубов, это цинга. Но это, я подчеркиваю, крайняя степень дефицита, мало до такого, у кого доходит. В межсезонье витамин С в продуктах быстро разрушается. И поэтому особенно в межсезонье, тем более зимой, в весенне-осенний период, просто необходимо всем людям, кто хочет быть здоровым, принимать витамин С. Хотя тот же Лаймус Полинг, дважды лауреат Нобелевской премии, доказал, и, кстати, одну из премий он получил за влияние воздействия на организм витамина С. Так вот, необходимо принимать витамин С минимум 1 грамм в день для взрослого человека, а в период болезни до 2-3-5 грамм. Даже прием 10 граммов в день безопасен. Он допускал и большие дозы. А вот каким группам людей необходимо дополнительная и повышенная концентрация витамина С, я расскажу чуть далее. Хочу вам напомнить и прошу поделиться этим моим видео с вашими знакомыми и близкими. Разместите его в соцсетях, которыми вы пользуетесь. Не поленитесь. Этим самым вы и отблагодарите меня за важную информацию, которую я вам даю, за мой труд, и сделаете хорошее дело людям, подсказав им посмотреть очень важную информацию. А вначале, я напомню для старых зрителей канала и новым советую послушать. Когда-то, ну года два подряд, мы продавали уникальный водорастворимый концентрированный органический витамин С, производства одной компании польской, которой сейчас на российском рынке нет. Этот витамин С закончился. Но хочу вас обрадовать. У нас появился витамин С гораздо лучше. И вот почему. Он также абсолютно естественно натуральный, несинтетический. В малом объеме его высокая концентрация, больше не нужно вот эти литровые бутылки хранить в холодильниках, переносить. Не всем нравилось и потреблять довольно-таки кислый продукт, хотя и натуральный. Ну а теперь знакомьтесь. Липосомальная форма витамина С. Я напомню, что такое липосомальная форма, что само по себе является научно-техническим прорывом. И кстати, принятие липосомальной формы витамина С не приводит к газообразованию, раздражениям желудка, поскольку это все-таки кислоты, и у некоторых людей были такие реакции, или диареи, даже при очень высоких дозировках. Так вот, дорогие друзья, слушайте внимательно, что такое липосомальная форма донесения, ну то есть транспортировка витаминов и других нутриентов до каждой клетки организма. Липосома это такая полая сферическая наночастица, внутри которой заключено активное вещество, ну например, какой-то витамин, минерал, в данном случае витамин С. Липосомы работают как нанокапсулы, которые защищают витамины от разрушения на всех этапах пищеварения. Как вы понимаете, попадая в желудочный сок с его кислотой и ферментом пепсином, а далее попадая в 12-перстную кишку, уже с другой паш-средой и другими ферментами, часть питательных веществ разрушается. Так вот, липосомальная оболочка защищает от разрушения любые питательные ингредиенты. Эти липосомы доставляют активное вещество прямо в клетку для моментального всасывания. А оболочка липосомы полностью идентична мембране клеток человека. Она состоит из фосфолипидов, а это 100% натуральные компоненты, благодаря чему исключается токсическая нагрузка на печень и почки. Историческая справка впервые липосомы описал английский исследователь Алик Бенхэм в 1965 году. А вот механизм действия липосомального витамина. Кратко, три этапа. Первый. Активное вещество заключают в липосомальную оболочку из двойного слоя фосфолипидов. Единственное такое производство находится в России, аналогов ему в мире нет. Сырье берется самое качественное швейцарское, органическое. Второй этап. Липосома, сливаясь с клеточной мембраной, высвобождает активное вещество, в данном случае витамин С. И третий этап. Активное вещество попадает в клетку и усваивается органеллами в полной концентрации без потерь. Но более того, при этом происходит еще другой, второй положительный процесс. Фосфолипиды из липосом никуда не деваются впустую. Они встраиваются в поврежденную свободными радикалами структуру клеток, восстанавливая ее защитные функции. И безусловно, можно сказать прямо, честно, открыто, как есть, аналогов такому витамину С нету нигде в мире. Скажу сразу, что есть в липосомальной форме и другие витамины и минералы. Например, витамин D3, витамин К2. Это минерал цинк, это антиоксидант астексантин. И это уникальное вещество коэнзим-Ку10. Я очень вам советую посмотреть мои видео про эти витамины и минералы, которые я вам сейчас назвал. В любом случае, ссылки под этим видео на них, как приобрести. И ссылки посмотреть видео про них я вам оставил. Приобрести витамин С липосомальный, а также другие липосомальные нутриенты вы сможете, пройдя по ссылкам прямо под этим видео. Отправляем мы их в любые города России и страны мира. А теперь послушайте, кто испытывает повышенную потребность в витамине С. Ну, во-первых, конечно, дети школьного возраста, студенты в период активного роста развития организма. Тем более, в период возрастных нагрузок на организм. Спортсмены, люди, занимающиеся тяжелым физическим трудом, строители и так далее. Еще раз хочу напомнить, что пониженный уровень диетического и циркулирующего витамина С связан с более низкой массой скелетных мышц. Конечно, повышенную потребность витамина С испытывают беременные кормящие женщины, так как витамин С необходим для формирования тканей, кровеносных сосудов, плода. Безусловно, жители северных регионов и офисные сотрудники. Витамин С часто является причиной нарушения сна, снижения работоспособности и быстрой переутомляемости, а также раздражительности. Ну и, конечно, пожилые люди. Ведь витамин С поддерживает высокий уровень антиоксидантов и позитивно влияет на функционирование кровеносных сосудов, а также укрепляет и поддерживает мышечный тонус. И еще какой огромный плюс про удобство использования. Если раньше надо было подойти к холодильнику, взять бутылку, вытащить, встряхнуть, налить мерную мензурку, выпить стаканчик этот, а витамин С кислый, но потом запить водой не всем это нравится, кто-то пропускал, потому что лень. Теперь это баночка удобная, там капсулы. Капсулу запить водой, когда вы едите что-то, не составляет никакого труда. Взять баночку с собой или отсыпать несколько капсул с собой на работу или в командировку проще простого. Еще раз хочу акцентировать внимание, в одной капсуле 250 миллиграмм, четверть грамма. Поэтому детям в зависимости от возраста можно принимать один-два раза в день по одной капсуле, подросткам два раза в день по одной-две капсулы. Взрослому человеку желательно потреблять хотя бы один грамм в сутки. В одной капсуле 250 миллиграмм, значит 4 капсулы в день. Лучше распределить прием на два раза в день, потому что витамин С очень быстро вымывается из организма, в прямом смысле этого слова, извините за натурализм с мочой. Поэтому два раза в день, можно до еды, можно после еды, по две капсулы. Это для взрослого человека. И еще раз дам рекомендацию, посмотрите мои три видео о витамине С, которые уже выходили у меня на канале. Там информация более подробная. Ссылки будут под этим видео. Ну а теперь, уважаемые зрители, досмотрите еще две минуты. Особенно те, кто у нас еще ничего не приобретал. На нашем сайте nadgar.ru. И те, кто смотрит это мое видео, находясь, проживая не в России, а в других странах мира. Смотрите. Уважаемые зрители, всем, кому дорого свое здоровье и своих близких, заходите на мой сайт nadgar.ru. Посмотрите хотя бы два раздела. Отзывы и новинки. Ну а потом то, что вы захотите. Так вот, любые наши продукты, приборы и другие товары вы можете заказать на нашем сайте, и мы вам их отправим в любые города России и любые страны мира. От Казахстана до Великобритании, от Кореи до США. Все это налажено, обо всем сказано на нашем сайте в разделе доставка и оплата. Поэтому заходите, посмотрите, ну и заказывайте, кто посчитает это нужным. Я открыл второй интернет-магазин по био-зерну и муке, смолотой на каменных жерновах. Я открыл еще один канал на Ютубе для рубрики «Ответы на вопросы» и всяких видеоразборов. Кому интересно, подпишитесь на этот мой новый канал и ждите соответствующие видео уже там. Есть у меня Ютуб-канал специально по продуктам. Там есть то, что я не публикую на этом главном канале. Напоминаю, мы производим уникальные корма для кошек и собак, которые не просто насыщают, но и лечат и продлевают жизнь питомцам. Смотрите об этом, вот это важное видео. Даю подсказку на мое видео, как совмещать продукты питания, БАДы и лекарства между собой, чтобы никто меня об этом уже не спрашивал более. Мой совет, измеряйте среду обитания, ну где вы живете и работаете, на радон, радиацию, электромагнитное излучение и себя на отсутствие опухолей. Вот раздел про приборы-тестеры. И вот на все это я оставлю вам ссылки под этим видео, которое вы сейчас смотрите. И последнее, под каждым моим видео внизу есть важные ссылки, в том числе на мои соцсети. Очень рекомендую подписаться на Телеграм-канал, который дублирует Ютуб. Мало ли что с Ютубом будет. И там есть также ссылка на индивидуальные консультации. Ну что ж, до новых встреч, до новых видео. Всего хорошего, до свидания.